Музыка Приехали мы из Белоруссии. Работаем в этом направлении 17 лет. Основной сбыт у нас Российская Федерация 99%. Основное направление это выращивание моркови, картофеля, свеклы, пастернак, петрушка. То есть то, что позволяет климатическая зона и какая почва. Почва у нас в основном торфяники, без азота, без ничего. Это природная такая земля, которая минимум химии там нужна. И вообще практически выращиваем, вот как для цветов собирают эту землю, продают. Вот у нас такие плантации земли, 6,5 тысячи гектаров. Поэтому данный продукт очень качественный, экологический, еще раз подчеркну, чистый. И время пройдет, люди поймут, что брать из далека, и извините меня, со сроком 30 или 40 дней или 50, это что-то напрягает. Как говорят, где мы живем, то мы должны и кушать. То есть мы должны сами для себя выращивать овощные культуры. Так как продукт этот экологически чистый, мы его оперативно собрали, оперативно доставили до прилавки. Я считаю, что для самого человека на сегодняшний день это главное то, что мы едим. Цивилизация не стоит на месте, проанализировав европейские рынки, побывав там, все-таки тенденция идет к этому, то, что продукт мытый, он удобен в продажах, он удобен для самого покупателя. В основном продажи у нас происходят в Москве и Санкт-Петербурге. У нас есть своя логистика, свой транспорт, поэтому мы выращиваем, храним, свой завод есть переработки, перерабатываем и сами же вывозим. Это все связано с тем, чтобы на каком-то этапе не потерять деньги, так как на самом деле очень большая конкуренция и продукт с каждым годом становится дешевле, потому что его появляется больше на рынке. Я же говорю, мы ехали, вот у нас цель основная была. Это, конечно, себя показать, потому что мы очень редко ездим на такие выставки. Мы очень хотели пообщаться с партнерами нашими постоянными, потому что, к сожалению, фирма очень такая наша динамичная и руководитель всегда загружен, и мы тоже. Это такой способ вырвать просто всех, привезти сюда и все-таки сесть и поговорить. И сети. Вот здесь вот как раз именно на этой выставке что привлекло, что здесь центр закупок сетей, и все самые крупные сети придут, и лично можно с менеджером хоть какие-то моменты в работе обсудить, которые ты не можешь даже в том же по почте или по телефону. То есть личное общение – это личное общение. На сегодня мы работаем с «Пятерочкой», «Каруселью», «Перекрестком», «Магнитом», «Дикси», «Билла», «Окей», «Лента». Конечно, хотелось бы нам работать еще с «Метро». Хотелось бы работать… Вот тут есть у вас замечательные сети, которые мы даже, допустим, не слышали о них, но узнали здесь на выставке, что прекрасно. Пообщались. И даже есть уже наработки, что люди заинтересованы в нашем продукте, что не может не радовать. Нам нужен только формат, в котором есть региональный распределительный центр. Потому что, к сожалению, нам не позволяет логистика из Беларуси доставка развозить по магазинам. Мы можем на распределительный центр привозить. И здесь мы посетили шесть сетей региональных, у которых есть распределительные центры. Даже не имея большого объема, что, в принципе, не так важно, а имея просто поставку единоразовую не менее 20 тонн даже раз в неделю, нас это полностью устраивает. Вот на сегодня, например, мы прорабатываем картошку для микроволновки. Это упаковка специальная, пленка специальная, которая не плавится в микроволновке. Прямо в пленке можно готовить. Плюс такого продукта в том, что это относится к категории здоровое питание. То есть там идет картошка маленького калибра, которая очень быстро готовится, которая идет с кожицей, где сохраняются витамины. И продукты уже мыты. Если взять в разрезе вашего большого города, мегаполиса, где людей все время не хватает времени, хорошая альтернатива какому-то такому не очень здоровому перекусу. Продолжение следует...